Глава государства Владимир Путин потребовал безусловного исполнения майских указов. По словам президента, они должны выполняться не на бумаге, а на деле, вне зависимости от внешних условий. Люди должны почувствовать перемены к лучшему. Выполнение поручений, сформулированных в указах главы государства от 7 мая 2012 года по экономике, социальной сфере, демографии, науке и образовании, обсудили в Кремле. Как исполняются указы президента в Ненецком округе, узнала Ирина Цепитова. Одни из самых серьёзных посланий президента содержатся в майских указах сферы здравоохранения. По словам главы государства, сделан существенный шаг вперёд в развитии всей системы. По ряду направлений достигли тех целей, которые оставили на 2018 год. Объективные цифры говорят о снижении младенческой и материнской смертности. Достигнут исторический минимум при историческом максимуме по продолжительности жизни в стране. В 2015 году были сохранены и закреплены положительные демографические тенденции прошлых лет. За год продолжительность жизни увеличилась на полгода, до 71,5 года. Общая смертность снизилась более чем на 3800 человек. Более существенно смертность снизилась у лиц трудоспособного возраста – более чем на 21 тысячу человек. Мы вышли на национально-исторический минимум по младенческой и материнской смертности. Благодаря активным программам психологической поддержки снизили число абортов по желанию женщины за год на 65 тысяч, что внесло существенный вклад в повышение рождаемости. Важно отметить, что указанные тенденции сохранились и в текущем году, и за первый квартал 2016 года смертность населения снизилась более чем на 14 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На фоне всей страны радует демографическое состояние Неницкого округа. Наш регион входит в шестерку лидеров по рождаемости – большинство новорожденных вторые и третьи дети в семье. Это говорит об уверенности жителей округа в завтрашнем дне и эффективности мер поддержки. Продолжает сохраняться на высоком уровне естественный прирост населения. Если по стране он составляет 0,2 на тысячу населения, то в нашем округе 8,2. В 2014 году мы достигли очень хорошего показателя продолжительности жизни – 70 лет. В минувшем году, по данным Росстата, продолжительность жизни в округе выросла до 71 года. Статистика говорит нам и о том, что смертность в округе гораздо ниже средних показателей Северо-Западного федерального округа и страны в целом. Несмотря на эту позитивную динамику, в округе остро стоит проблема с ранней диагностикой онкологических заболеваний. Уровень смертности от новообразований – единственный показатель дорожной карты по майским указам президента в области здравоохранения, которые мы проваливаем. Особое внимание в сфере здравоохранения уделяют кадровому вопросу. В каждом регионе утверждена дорожная карта преодоления дефицита и дисбаланса медицинских кадров. Одним из основных механизмов устранения кадровых дисбалансов является адресная целевая подготовка специалистов по заявкам регионов. Такая работа сегодня ведется и в Ненецком округе. Учреждения здравоохранения региона полностью укомплектованы участковыми терапевтами, но кадровый голод по-прежнему есть в части узких специалистов. Особое внимание президента обращено на сферу образования. Дополнительного особенно – число ребят, которые занимаются в музыкальных и спортивных школах, различных кружках и секциях, растет. Одновременно внедряется новый формат – детские технопарки, такие как Кванториум, например, где ребята осваивают робототехнику, другие профессии, которые будут востребованы в ближайшем будущем на рынке труда. Детям это интересно. У них глаза горят. Я был вот там в этом центре, который я сейчас только назвал. Действительно здорово. Кстати, первые шаги в этом направлении есть и в Ненецком округе. С 1 февраля этого года в Центре детского творчества открыто новое направление технической направленности робототехника. Учащиеся занимаются на базовых наборах лего. Получая задания от учителя, ученики с интересом генерируют новые идеи, воплощая их в жизнь посредством элементов конструктора, датчиков и микрокомпьютера. Всего в Ненецком округе в организациях дополнительного образования по различным направленностям занимается более 6,5 тысяч детей. По словам Владимира Путина, уже со следующего года финансирование организаций дополнительного образования и государственных, и негосударственных будет отдельным направлением в бюджетах регионов. Напомню, к 2020 году не менее 70% детей должны обучаться в музыкальных, спортивных школах, различных кружках и секциях. Тема, которая всегда стоит в повестке дня – ЖКХ. Одно из самых верных решений – введение лицензирования деятельности управляющих компаний. Создана система проверки квалификации руководителей этих управляющих компаний, создан реальный инструмент освобождения дома от недобросовестной компании в случае двукратного невыполнения предписаний жилинспекции, подтвержденного судом. Запускается система штрафов в пользу потребителей за неверную квитанцию или некачественную коммунальную услугу. В результате этих действий рынок управления многоквартирным жильем начал очищаться, участники рынка стали более добросовестно относиться к своим обязанностям, повысилась квалификация управленцев. Так, 10% руководителей управляющих компаний не сдали квалификационный экзамен, 13% управляющих компаний не прошли процедуру лицензирования. Компании стали более внимательно относиться с опросом потребителей и требований жилинспекторов. Практически решена давняя проблема – проблема двойных квитанций. Теперь в каждый дом закреплен в лицензии у контрятной компании, и за этим следит госжилинспекция. Ну а штрафы в пользу потребителей – это дополнительный стимул работать эффективно и честно. Кроме того, в рамках указов главы государства установлены предельные индексы роста тарифов в регионах. Но все решения эффективно заработают только тогда, когда будет обеспечена прозрачность и открытость этого сектора, сказал президент и напомнил о поручении создать государственную информационную систему ЖКХ, чтобы каждый мог проверить, из чего складываются платежи, посмотреть расчеты управляющей компании, а если нужно, то и подать жалобу. Важнейшим приоритетом стало повышение прозрачности жилищно-коммунального хозяйства. Люди должны понимать, за что они платят, почему услуга стоит столько. Именно для этого создана система ГИС ЖКХ. Она должна позволить всем участникам сферы коммунальной и жилищной создать такую прозрачную среду, где ресурсники, правящие компании, органы власти, граждане, собственники жилья будут вовлечены в процесс. То есть все будет прозрачно, все будет видно. Существует федеральная система ГИС ЖКХ, платформа, где до 1 июня должны все участники этого процесса, все поставщики и потребители услуг внести информацию. И, конечно, надо понимать, что с 1 июня по закону наступает определенная ответственность для участников данной системы. Мы входим в 26 регионов пилотных по России с данной системой. Это предполагает, что уже с 1 июня управляющие компании должны будут размещать квитанции на оплату за коммунальные услуги в данную систему. Соответственно, управляющие компании размещают информацию, ресурсники там определяют тарифы, которые они платят, чтобы это все контролировалось. А граждане, собственники жилья через личный кабинет могут заходить в данную систему, посмотреть, сколько им предъявлено к оплате, как это все копится, по каким тарифам. Также через ГИС можно будет проголосовать на собрании, пожаловаться и на управляющую компанию, и в соответствующую жилищную инспекцию региона. В ходе заседания затронули также и расселение ветхого и аварийного жилья в регионах, создание сети многофункциональных центров и увеличение количества детских садов и школ. Все эти вопросы стоят в повестке дня всех регионов страны, в том числе и Нинецкого округа. Задачи, поставленные в указах, должны выполняться на всей территории Российской Федерации, подчеркнул президент. Необходимо улучшать качество жизни людей и в больших, и в малых городах, и в сельской местности, подчеркнул глава государства.